Для запуска беспилотников специалисты выезжают за город. Каждый аппарат снабжен камерой, которая передает сигнал оператору на земле. Таким образом, можно заметить возгорание в лесном массиве даже на расстоянии нескольких километров. Вот в воздух поднялся летательный аппарат самолетного типа. Он провел в воздухе 54 минуты. За это время с его помощью обследовано около 10 квадратных километров. Всего на вооружении регионального МЧС России 17 беспилотников. Пять самолетного типа и 12 вертолетного. Так называемые квадрокоптеры. На каждое беспилотное воздушное судно предназначено для определенных целей. Квадрокоптеры типа Phantom 3 и Phantom 4 Inspire предназначены для мгновенного реагирования. То есть комплекс собирается в течение 2-3 минут. Производится первичная оценка обстановки в радиусе километра двух. Если мы с квадрокоптера определили направление, то увидели тот же дым. Но где-то он находится вдалеке. Соответственно, более сильный и долгий по времени полет беспилотник уже летит в том направлении и осуществляет авиаразведку. Если оператор, который следит за обстановкой на мониторе, заметит возгорание или задымление, вся информация моментально поступит на номер 112. Пожарно-спасательные подразделения отправятся тушить пожар. Подобный мониторинг МЧС совместно с департаментом лесного комплекса и авиалесохраной будут проводить до окончания пожароопасного сезона в плановом порядке, а также по мере необходимости. Квадрокоптеры помогают контролировать обстановку и на приусадебных участках. С помощью аппарата Phantom 4 обследовано более 20 домовладений. Нарушений требований пожарной безопасности хозяевами участков не допущено. Ангелина Евстофеева, Татьяна Рыжкова, Михаил Прищев, Волок, ДРФ. При содействии пресс-службы МЧС России по Вологодской области. Субтитры создавал DimaTorzok